Здравствуйте! Вы смотрите программу «Делу. Время» и я не намерена терять ни минуты. С удовольствием спешу представить моего гостя сегодня. Это генеральный директор агромолочного комбината «Рязанский», депутат Рязанской областной думы Станислав Подоль. Станислав Рудольфович, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Итак, мы начинаем. Сегодня нас ждет очень интересный, полезный разговор. Будем говорить о молоке, о повышении цен на продукты питания, о здравоохранении. В общем, оставайтесь с нами. Станислав Рудольфович, тема, с которой я хотела бы начать сегодня наш разговор, была очень злободневна летом, но и сейчас не теряет своей актуальности. По сезонному ли велению или природному явлению, имеется в виду аномальная жара этого года, повлекшая пожары, дорожает молоко сегодня? Да, Юль, ты правильно подчеркнул. Лето было не из легких. И, в общем-то, та ситуация, которая сложилась в сельском хозяйстве за летний период времени, привела к росту цен на молоко. Конечно же, это в первую очередь обусловлено тем, что многие сельхозтоваропроизводители не заготовили в том объеме, который необходим, и кормовую базу для кормления крупного рогатого скота. Естественно, в связи с этим пришлось пересматривать рационы кормления. И, в общем-то, это, конечно, все привело к уменьшению производства молока в целом по России. Ну и, конечно же, наш регион не исключение, потому что он входил в состав именно чрезвычайных регионов в летний период времени. И, в общем-то, на сегодняшний момент тот объем молока, который производится на территории Рязанской области, это, в первую очередь, те хозяйства крупные, которые уверенно стояли на ногах. Они сохранили, конечно, свое производство и будут его наращивать. И на сегодняшний момент существует спрос на молоко перерабатывающим предприятиям, в том числе и крупным. Не хватает тех объемов, которые производятся на территории, в частности, нашего региона. И, конечно же, это привело к росту закупочных цен на сырье. Это примерно к уровню прошлого года практически в два раза. То есть мы сейчас молоко закупаем у сельхозтоваропроизводителей в два раза дороже, чем это было год назад. Ну, естественно, любое перерабатывающее предприятие, оно должно сохранять уровень рентабельности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы закрывать свои внутренние потребности. Естественно, это приводит к росту закупочных цен, к росту цен на готовую продукцию в магазинах. Но сейчас тенденция, в общем-то, стабилизировалась. И, к сожалению, некоторые производители искусственно создают ажиотаж вокруг повышения цен на продукты питания, на социально значимые, к которым относится и молоко. Какой политике придерживается Ваша компания, Станислав Идольфович, в этом вопросе? Мы, естественно, понимаем значимость своей работы, то, что молоко – это тот продукт, который является продуктом первой необходимости. Мы с тобой уже не один раз говорили о пользе молока. Я хочу еще раз подчеркнуть этот момент. Мы обращаем внимание, в первую очередь, на качество, для того, чтобы обеспечить рязанцев и жителей области качественным продуктом, натуральным молоком, полученным от сельхозпредприятий Рязанской области. И на социально значимые продукты стараемся делать самую минимальную наценку. По некоторым позициям работаем в нулевой рентабельности, для того, чтобы люди могли покупать, чтобы это было более доступно для тех категорий граждан, для которых это имеет значение. И продолжая нить разговора, Санислав Идорович, вы сейчас уже отмечали про объемы производства, хотел спросить, удается ли сохранять уровень девятого года, потому что спрос на молоко меньше-то не становится. Рязанцы все так же хотят пить вкусное молоко. Если сравнить с девятым годом, то могу сказать, что мы, в общем-то, серьезно в этом плане работали и увеличили объем переработки по сравнению с девятым годом в 1,7 раза. За счет новых рынков, то есть мы на сегодняшний момент работаем плотно со всеми торговыми сетями, которые представлены не только в Рязани, но и в Москве, в Санкт-Петербурге и в других регионах Российской Федерации. И наше молоко знают и покупают. И основным критерием отбора, конечно же, является натуральность и качество. Это то, над чем работаем, мы постоянно это контролируем. На сегодняшний момент у нашего предприятия доля рынка по Москве, мы занимаем третье место по доле рынка в Москве. Это очень серьезные показатели. И, в общем-то, мы не планируем останавливаться на достигнутом. Станислав Рудольфович, а сейчас давайте вместе с нашими телезрителями посмотрим один сюжет, после чего продолжим обсуждение. У коровы молоко на языке, гласит народная пословица. По данным отечественных и зарубежных ученых, доля влияния кормовых факторов на продуктивность животных составляет 60-70%. Генетических 20-30 и около 10 приходится на условия содержания. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что для существенного увеличения качества следует в первую очередь повышать качество заготавливаемых кормов и обеспечивать потребности коров всеми необходимыми питательными и биологически активными веществами. О чем заботятся в животноводческих комплексах общество с ограниченной ответственностью «Авангард» одного из проверенных и надежных поставщиков парного сырья на агромолокомбинат «Рязанский». Качество продукции на выходе обеспечивается при доении коров. Правильная организация доения и соблюдение гигиенических требований являются гарантией получения молока высокого качества и предотвращения заболеваний в имени. Пока карусель крутится, это значит, что собственно идет процесс доения. В помещении звучит классическая музыка, положительное влияние которой на эмоциональное состояние животных считается доказанным. Все на счету, по два индивидуальных номера и респондер. Чип прикрепленной корове позволяет сиюминутно видеть информацию о животном, его базу данных. Подоилась 29 ноября в 13.30, дала она нам 9 килограмм, поток молока 2,6. Также у животного показывает, у нас есть такое значение электропроводимость. Именно вот у этого животного 506. Например, по этой электропроводимости мы можем узнать о состоянии животного. О состоянии здоровья? О состоянии здоровья, да. По этой трубе свежее парное молоко поступает в танки «Эксперты», где происходит охлаждение до температуры 3,2 градусов. По ГОСТу. И далее молоко едет прямиком на агромолочный комбинат «Рязанский», который находится совсем недалеко. Мы ежедневно производим 45 тонн молока, отправляем в ламку, ежедневно каждый день приезжает молоководство, два раза в день и забирает наше молоко. Качественные показатели у нас молока, соматические клетки, это до 200, БАКОП-70-80, жир 4,1, белок 3,2. Это выше среднего, это среднего? Это уже высший, высший. Это евростандарт, мы отправим такое молоко. Ну что же, вы все видели, мы продолжаем. И у меня уже готов следующий вопрос. Станислав Рудольфович, скажите, пожалуйста, а каким образом сегодня у одного из крупнейших молочных комбинатов региона строятся отношения с областной и городской властью? Мы стараемся выстраивать партнерские рабочие отношения. И здесь, конечно же, мы понимаем значимость работы со школами, мы обеспечиваем школы питанием, йогуртами. И несмотря на сложность бюджетов, которые принимаются на 2011 год, они дефицитные как у области, так и у города. Поэтому все равно я уверен, что власть нас поддержит. И на эту статью расходов денежные средства будут выделены для того, чтобы дети могли получать натуральные продукты в школах. Продукты непосредственно от местного производителя, от сырья, полученного на территории Рязанской области. Спасибо, и мы продолжаем. Станислав Рудольфович, молоко – это здоровье, то, о чем мы сейчас говорили. И как депутат Рязанской областной думы, я знаю, что вы поддерживаете блок вопросов в сфере здравоохранения и курируете проект в сфере здравоохранения. Что это за законопроект, в чем его суть? Это проект модернизации системы здравоохранения. Весь этот проект находился под контролем у губернатора. Губернатор непосредственно принимает участие в реализации этого проекта для того, чтобы как можно больше средств из федерального бюджета привлечь в Рязанскую область. Ну и, конечно же, нельзя предварительно говорить, но если та программа, которая была предоставлена Рязанской областью, будет одобрена в Москве, то, конечно же, это позволит существенно изменить ситуацию в регионе по медицинской линии. Премьер-министр выступил с инициативой о том, что на 2011-2012 год реализация проекта «Качество жизни». Выделяются средства, достаточно большие средства, большой объем денежных средств на 2011-2012 год. Какие еще законодательные инициативы вам особенно близки, Станислав Рудольфович, за что вы особенно радеете и как депутата? К чему вы стремитесь, да, что вы видите перед собой? Мы все время говорим о реформах. Реформы, реформы, реформы и постоянно реформы. Средства нужны, средства. Государство должно думать, где заработать, как заработать средства, для того, чтобы их направить на ремонт и дорог, на повышение заработной платы учителей. Любая реформа, она может быть полезной только в том случае, если человек будет чувствовать себя достойно в этой стране и в этом городе конкретно. Станислав Рудольфович, ну что же, время программы истекает. К сожалению, не резиновое, хотя можно говорить и говорить очень много. Тут у нас серьезные с вами вопросы, которые поднимались. Спасибо вам. Спасибо, Игорь. Мне остается только попрощаться. Помните, что дело – время.